Европейский Союз, ну они, видите, мы с вами говорили, какую позицию бросит, не бросит, нет, уже не бросит нас Европейский Союз, они нас включают во все свои системы жизнеобеспечения, я так понимаю, что вопрос интеграции, он идет полным ходом, и они уже строят планы, и вот даже очередной план, вот только на этот год, вот и я напомню, что Европейский Союз выделяет 18 миллиардов, там по полтора миллиарда в месяц нам они выплачивают для поддержания жизнедеятельности нашего государства, так вот, в Европейском Союзе решили выделить нам 20 миллиардов евро на оборону Украины, вот, это включает все себя, все, ну на все силы обороны Украины, вот как у нас сейчас новый закон принят, на все силовые структуры, которые туда входят. Эта программа рассчитана на 4 года, каждый год будет выделяться по 5 миллиардов, ну если вспомнить, вспомните цифры нашего военного бюджета, то у нас военный бюджет был 5% ВВП, из них 2,5% мы доставалось армии, не более того, вот, а тут 5 миллиардов на оборону, такое подспорье ежегодно, вот, они готовы, они готовы выделять. Средство будет предоставлено через специальную секцию в рамках Европейского Фонда Мира, ну, то есть, старая истина, слава Богу, наконец-то в Европе, начиная, вспомнили ее, что хочешь мира, готовься к войне, поэтому, вот видите, Европейский Фонд Мира будет спонсировать нашу, нашу оборону, потому что за нашей спиной им будет спаться спокойнее и житься будет лучше, спаться крепче, а житься лучше. Далее, ну опять эта тема, наша самая больная, F-16, дают, не дают, поднимается, теперь уже тот Джек Селиван говорил, советник, что надо подождать несколько недель, теперь уже координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, тоже считает, что главной потребностью в СУ сейчас является артиллерия, амуниция, ПВО и броня, танки, например, вот, и что, но тем не менее, Белый дом, как сказал Кирби, рассматривает вопрос о том, чтобы через несколько недель, во-первых, приступить к обучению наших пилотов, опять же, вот эта флорофраза, через несколько недель, когда эти несколько недель начинаются и когда они заканчиваются, этого не знает никто, вот это самое страшное, неопределенность, вот, но тем не менее, вот новая, новая обнадеживающая информация от Джона Кирби, это то, что вооруженные силы Украины могут получить F-16 уже в этом году, то есть мы думали, что нам их дадут не раньше, там, январь-февраль, а некоторые скептики говорили и март 24-го года, то теперь вот уже рассматривается вопрос о том, чтобы дать нам эти самолеты до конца этого года. Ну, опять же, я думаю, что не стоит разогревать самого себя, разгонять, что ура, ура, уже дают, уже скоро, нет. Надо набраться, на мой взгляд, надо набраться терпения в этом вопросе, такие политические игрища, к сожалению. Вот, и дождаться, вот, окончания тех нескольких недель, про которые говорил еще Селиван, и чтобы официально началась подготовка наших пилотов на F-16. Ну, вот тут еще один интересный момент, я вспомнил, смотрите, помните прошлый год, новый финансовый год в Соединенных Штатах. Так вот, в бюджете нового финансового года, он, кстати, заканчивается у них 30-го сентября, и с 1-го октября начинается новый финансовый год, уже 24-й. Так вот, в бюджете на этот год выделено, я напомню, мы уже подзабыли, выделялось 100 миллионов долларов на подготовку украинских пилотов на западные образцы авиации. И мы все там искали этих пилотов, смотрели вот эти репортажи, которые интервью давали ребята на нашей форме в американской, на там, в Штатах где-то летают уже, знаете, рассказывают про философию полета, и все-все-все остальное. Вот интересно было бы узнать, где эти 100 миллионов, освоены они, не освоены, если освоены, то кем и на что. Хотя там статья четко гласила о том, что это подготовка пилотов, украинских пилотов на западных самолетах. Ну, все равно, ждем, в любом случае, как бы, мы здесь не можем повлиять на процесс, поэтому надо набраться терпения и ждать, когда закончатся эти следующие несколько недель. Дальше, Соединенные Штаты, посол Соединенных Штатов в Украине сообщила о том, что, Бриджит Бринг, что штаты ищут способ, как доставить украинское зерно. Вот это о зерновой сделке, то, что я вам говорил в оперативной обстановке. Здесь раскроем немножко подробнее, в том плане, что, да, Рашистская Федерация пытается выбить нас из рынка. Она пытается максимально разрушить нашу инфраструктуру, чтобы не было смысла возобновлять сделку с Украиной. А получается, только сделка может быть возобновлена с Рашистской Федерацией, потому что у них все, вроде как, сохраняется. Вот такой вот вариант рассматривают. Но, я вам говорю, что поручено главкому и командующему ВМС, президент поручил разработать варианты. И вот один из вариантов, это движение по территориальным вводам смежных с нами государств, аж до Средиземного моря. Как это будет решено, трудно сказать, но уже, видите, официально посол Соединенных Штатов говорит о том, что США тоже работают над этой проблемой. Значит, я думаю, что она будет решена. Возможно, в ближайшее время. Правительство ЮАР, надо же, я так понял, они решили все-таки поставить окончательную точку в возможности Путина или человека, похожего на Путина, прилететь на саммит БРИКС, который будет проходить в ЮАР. Причем саммит будет вот-вот уже, несколько недель осталось до саммита, опять же, несколько недель. Они решили официально, чтобы уже не мучить себя и других, они обратились официально за ордером на арест Путина в случае его визита в их страну. Об этом сообщает медиасредство Ньюс-24. То есть, они сейчас получат официальный ордер, официальную бумагу на арест Путина и уже к ним никаких вопросов не будет. Если он вступит на территорию их страны, они предъявят ему, вручат ему ордер и арестуют его. Ну, или того, кто будет представляться по фамилии Путин. Так что, а ранее заявлялось о том, что Лавров все-таки договорились, ЮАР и Российская Федерация, что Лавров будет возглавлять группу, делегацию России на этом саммите. Еще раз, Соединенные Штаты, Белый Дом сказал, что они готовы идти на риски в плане вопросов поставки вооружений для Украины. То есть, они уже четко дают понять, что уже никаких красных линий по поставкам вооружений не существует. Мы надеемся, что эта фраза говорит о том, что, допустим, Атакамс будет передан нам в ближайшее время, что повлияет на ход боевых действий. Мы надеемся, что самолеты нам тоже передадут в конце концов. Ну и, соответственно, увеличат объемы той помощи, которую мы получаем сегодня. Потому что бои становятся более интенсивными, потери техники возрастают, ее надо ремонтировать, восстанавливать. Расход боеприпасов увеличился, очень сильно увеличился по сравнению с началом контрнаступательных действий вооруженных сил Украины. Поэтому, вот, надеемся, что эта фраза будет не пустым заявлением в ходе очередного форума или там дискуссии в рамках круглого стола на Аспенском форуме. Об этом сказал Джейк Селливан, опять же, советник по безопасности Джо Байдена. Далее, разведка Соединенных Штатов подтвердила, что тактическое ядерное оружие России уже в Беларуси. Ну, как-то так неожиданно, потому что буквально еще пару дней назад все заявляли, что никакого... И, кстати, глава даже МИС-6, выступая там со своей лекцией, сказал, что мы не наблюдаем никакого тактического ядерного оружия. Тут уже нам сообщают о том, что некоторые издания, по-моему, СНН сообщило о том, что основываясь на своих источниках в разведсообществе Соединенных Штатов, о том, что тактическое ядерное оружие уже в Беларуси. Они пишут, что, по словам этих представителей разведки американской, что нет оснований сомневаться, что добились россияне, что они, в скобочках, россияне добились определенных успехов в передаче оружия. Да, СНН со ссылкой на разведку Соединенные Штаты, разведку США. Но скажу сразу, что возникает вопрос, почему-то на Западе сразу же возник первый вопрос там, не против кого, или для чего, или почему Путин передал оружие. Первый вопрос возник, а Лукашенко будет иметь доступ к нему или не будет. Но считает, что Лукашенко, ну, я вам сразу скажу, Лукашенко даже посмотреть не пустят, разве что издалека. Вот, где будет храниться это вооружение. Конечно же, Путин не выпустит кнопку из рук. Конечно же, Путин не даст возможности Лукашенко побряться этим оружием. Ну, а Запад, видимо, боится из-за того заявления, помните, когда Лукашенко сказал, у нас будет ядерное оружие, и мы, если мы его применим, одномоментно умрет миллион человек. То есть, он собрался убивать население планеты миллионами. Вот такое вот можно сделать с этого. Поэтому все боятся. Ну, и вишенкой на торте сегодняшнего блока военно-политических новостей будет опригожен все-таки живее всех живых. Продолжает коммерческую деятельность. Мало того, что летает на своем суперджете спокойно себе в Россию обратно, но я говорю, что значит за его спиной стоит очень большая сила. И, помните, был наезд, там даже, особенно Министерство обороны России проводило коллегию для того, чтобы у компании «Конкорд», это фирма, которая принадлежит семье, я так понимаю, семье Прикожина, там наверняка он не один, но он главный бенефицар, так вот, эту компанию, ее пытались выдавить из рынка, чтобы она сегодня кормит все вооруженные силы России. Вот такой вот парадокс. Если они прекратят поставки, завтра российский солдат с володу помрет, будет щили лаптем хлебать. Вот так вот, ее там выдавливали. И, видимо, вот я, кстати, правильно, скорее всего, мое предположение о том, что вагнеровцев убирают из России для того, чтобы вывести их из-под удара сторонников Путина и держать их очень близко к России в готовности к применению. К применению в чем? Вот это главный вопрос, пока мы не можем этого предположить. Так вот, Прикожин шагает по Беларуси, семимильными шагами шагает. И я так понимаю, что Могилевский обл. полком зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью Concord Management Consulting, а его руководителем в документах значится Евгений Прикожин. Вот такая вот штука. То есть, Прикожин переводит свой бизнес из России в Беларуси. Вот такие вот. И никто ему не мешает. Никакие там ни ФСБ, ни Следственный комитет, который там арестовал Гиркина и сейчас отправил в СИЗО его на два месяца и будет там ему сейчас выкручивать руки. Кстати, судя по тому, что зачищают поле вот этих вот Z-патриотов, так называемых, мне нравится как их называет Майкл Наки, он их называет Z-гниды. Так вот, их защищает Гиркин в СИЗО, там попытались провести митинг в Москве в поддержку Гиркина и на этом митинге был арестован его соратник Губарев, некий Павел Губарев, который в 2014 году провозглашал себя народным губернатором Донбасса. Ну, потом, естественно, уехал в Москву и как-то так от боевых действий отмежевался. Вот, так вот, по-моему, сегодня на митинге в Москве в поддержку Гиркина он был арестован опять же сотрудниками Следственного комитета. То есть, он пойдет дальше. На просторах, на медиапросторах России вышла передача с одним из карманных вот этих Z-гнид блогеров, псевдоблогеров, который четко озвучил методичку Кремля, что можно говорить в эфире, что нельзя. Ну, он это подал там под соусом того, что вот некоторые негодяи тут пытались власть обругать, а этого делать нельзя, за это есть наказание. Ну, то есть, фактически, всем вот этим Z-гнидам дали понять, где и как, и кто, что говорить можно, а что говорить нельзя. И это очень, очень, как бы, позитивный момент, потому что зачистка медиапространства говорит о том, что Кремль боится. Боится вот этих лишних разговоров, которые будоражат умы россиян, которые почему-то заставляют россиян немножко пошевелить мозгами и подумать, во что они вляпались и куда их завел Путин. Так что, я так понимаю, что потихонечку, потихонечку котел начинает закипать, уже из-под крышки пар потихонечку начинает выходить. Ну, и в какой-то момент эту крышку сорвет. Ну, что ж, вот такие военные и военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нашей страны.